Также я не обошла стороной змеиный яд. Ещё у меня есть пчелиный яд. Также у меня появился огромный гиарулоновый тонер. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня у нас будет супер-мега-видео плюс конкурс. Конкурс будет в Инстаграме. Сразу хочу сказать, что ко мне пришло очень много косметики на 15 тысяч рублей. И вся она будет разыгрываться в Инстаграме. То есть вся косметика на 15 тысяч рублей. Я в конце ещё скажу подробнее об этом информацию. А сейчас мы приступим. Я заказала в Секрет Ки очень много офигенной косметики. Уходовой, декоративной, для волос. Что-то уже попробовала. А что-то мы будем пробовать сейчас вместе с вами. И первое, что я хочу сделать, это накрасить губы. Я их специально не накрасила. Я заказала у них вот такие две помады. Но это не просто помады, это два тинта. Один это тинт маска с эффектом тату. Второй это тоже с эффектом тату. Но это матовая помада тинт маникюр. Пока мы используем вот этот. Я на самом деле его уже пробовала. И он мега крутой вообще. Тинт маска. Что это значит? Это значит, что мы достаем вот так вот нашу помаду. И наносим её на наши губки. Она красного цвета. И очень такая липкая и вязкая. Мы её сейчас наносим. Ну, умеренно, умеренно наносим на наши губы. Приятный запах вишни. Я её нанесла. Ничего страшного, что немножечко неровно. Очень приятно наносится. Сейчас оно чуть-чуть подсохнет. И мы снимем плёночку и посмотрим, что у нас осталось. А пока оно подсыхает и липнет одна губа к другой, я покажу вам маникюр-тату. Это просто матовая помада. Но сделана она в виде вот такого, смотрите, как маникюрчик. И я уже наносила её на губы. Оно очень легко наносится. Очень быстро впитывается. Вот так вот выглядит. Такой здесь как бы спонжик. Мне тоже очень понравилось. И цвет, и текстура, и эффект. Такая стойкая матовая помада. Компоненты сюда входят очень хорошие, например. Содержит масло шиповника, масло авокадо, масло семян макадамии, экстракт жемчуга, экстракт зелёного чая. В общем, очень много всего. И, конечно же, это будет очень ухаживать за нашими губками. А это маска, которая тоже способствует тому, чтобы наши губы чувствовали себя хорошо. Тинт-маска для губ, например, придает коже губ влажный, равномерный, живой блеск. Растительные компоненты улучшают структуру кожи губ, придаёт ей гладкость и препятствует появлению шелушения. Это очень важно для наших губок. В общем, всё сейчас подсохло. Сейчас мы берём и аккуратненько снимаем плёночку. Кстати, будет сейчас, мне кажется, эффект поцелованных губ, потому что я не наносила всё, знаете, вот так вот прям до конца, а именно так больше, ну, в середину. Сделаем блеск и... В общем, вот что у нас получилось. Мы сняли плёночку и, видите, появился такой вот оттенок. И, честно говоря, если сделать более насыщенно, у меня было и темнее. Теперь можно нанести просто блеск, и будет такой эффект поцелованных губ, который мне очень нравится, кстати, в этом сезоне. Возьму первый попавшийся блеск. Вот так. Дальше давайте мы начнём с декоративной косметики. Как раз-таки что-то я использовала здесь на себе уже. Первое, что хочу показать, мне очень понравился, это консилер. Он сейчас на мне. Он очень замечательно всё скрыл. Достаточно консилер плотный, но при этом лёгкий. Равномерно распределяется. Это идеально подходит мне тон 23-й под мою кожу. Но я бы не сказала, что оно у меня загоревшее. Оно у меня сейчас светлое, может быть, с каким-то лёгким загоревшим оттенком. Хотя, может быть, уже скорее всего и нет. В общем, 23-й тон идеальный. Я себе заказала сразу два вот таких вот. Здесь тоже в состав входят всякие масла разные, разнообразные. SPF 30. Такой вот замечательный консилер. У меня их два. Вторую надо найти. Он где-то в сумке. Дальше, что уже на мне находится, это улитки. Я заказала себе, на самом деле, мой косметолог. Она сказала, что обязательно возьми себе. Я проходила процедуру по омолаживанию лица, чтобы коллаген вырабатывался лучше. Она мне сказала, что самые лучшие ухаживающие средства – это с улитками. Они реально работают. Соответственно, как только я увидела на сайте, что есть улитки, я сразу себе всё заказала. Я заказала себе гель-крем. Ой, девчонки, он такой необычный. Он реально гель. У него приятная текстура, приятный аромат. Смотрите, реально гель. Я сейчас подумала, ну, гель, может быть, что-то по-другому. Нет, он прям прозрачный. Очень хорошо распределяется, очень приятный на ощупь. Прям, мне кажется, его хватит надолго. Именно за счёт того, что совсем немного его нужно, чтобы распределить по лицу. Также я взяла, естественно, для глаз. И здесь он белый, лёгкой текстурой крем под глазки. Тоже равномерно распределяется. Здесь целая вот такая вот туба, и мне тоже кажется, что её хватит надолго, потому что совсем немножко нужно для распределения. Ещё сразу же с улитками я взяла очень много всего. Например, пенка для умывания. Теперь у меня улитки повсеместно. Вот если один раз мне человек, которому я доверяю, сказал, что это что-то хорошее и работает, оно будет у меня везде. Конечно же, теперь умываться с пеночкой. Дальше тонер, протирать личико тоником. Вот такой вот он, прозрачный. Всё очень приятно пахнет. Я уже всё это попробовала. Пеночка хорошо работает. Всё смывает с первого раза. Косметику у меня смыла с первого раза. Дальше я тонер, потом гель, потом глазки, понимаете, да? И это ещё не всё. У меня здесь маски. Да, я решила взять сразу кучу масок. Вот они. Вот они. Их здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять штук заказала. Чё не десять заказала? А, одну я уже сделала. Да, одну я уже сделала. И мне очень понравилось. Очень круто. Увлажняет. Короче, я рада. Ну, я рада. У меня вот такие вот есть маски. Ещё заказала две маски с экстрактом банана и мёда. Вот, такие две. Тоже буду пробовать. Я их ещё не пробовала. Но мне кажется, что мёд тоже прекрасно воздействует на нашу кожу. Ну, пусть и такие будут две, чтобы я попробовала. Вы понимаете теперь, сколько у меня улиток? Вы понимаете, какая я теперь стану красивая? И насколько мне всё это хватит? Очень надолго. Вот, кстати, второй консилер. Заказала себе патчи под глазки. Вот, кстати, мне эти патчи понравились тем, что это не просто там отдельные, да? Здесь вот целая упаковка этих патчей. Пахнут они... Ой, как они пахнут приятно розами. Здесь идёт в комплект вот такая штучка. Но я уже пробовала, поэтому я вам расскажу. Такая ложечка. Выглядит оно всё вот так вот. Смотрите, мы открываем. Всё запечатано. И здесь вот такие патчики. То есть мы аккуратненько берём. Тут их очень много штук. Я не помню даже сколько. Я не помню даже сколько. А сколько тут штук? В общем, их здесь много штук и на много хватит. В общем, вот такие они розовые. Мы берём одну, разделяем по пунктиру и на один и на второй глазик наносим. У меня даже было уже фото в инстаграм. Я вам скидывала. Мне очень понравился эффект. Действительно, очень клёво увлажняет. Так что такая возможность есть. Вот такие штуки вам выиграть. Но аромат вообще восхитительный. Далее, о чём я не сказала. The Flower. И, кстати, забыла попробовать. Это основа под макияж. На самом деле, хорошо, что я не попробовала. Потому что я хочу показать вам, как оно выглядит. Очень красиво. А испорчу рисунок. А там рисунок. Здесь идёт вот такой вот спонжик. Тут мы открываем. И вот такой вот красивый рисунок. Здесь, как вам сказать. Здесь вот такая консистенция. Такая, знаете, как водная. Очень... Я не пойму, как это описать. Основа под макияж увлажняющая. И я по текстуре понимаю, что она действительно будет увлажнять. Потому что она, вот знаете, очень лёгкая. Вот прям лёгкая. С эффектом, естественно, тональным. Будет она. Что же я её не попробовала? Я, на самом деле, забыла. Я вот всё взяла, а её забыла попробовать. Приятный аромат. Зеркальце тут идёт. В общем, всё. Рисунок испортили. Так что можно пользоваться теперь. Да, мне кажется, что оно будет прекрасно увлажнять. В общем, вот такая вот тональная основа. Содержит семена лилии, прошедшие ферментацию. И на 60% состоит из цветочного настоя. Маскирует недостатки кожи. Выравнивает тон и текстуру. Останавливает яркость и свежесть кожи. Сужает поры. Уменьшает секрецию сальных желёз. Ускоряет восстановительный процесс кожи. Обладает увлажняющим антисептическим средством. Вы представляете? Вы представляете? Какое это универсальное средство? Супер! Также я не забыла про свою маму. И заказала ей антивозрастной крем. Потому что я хочу, чтобы моя мамочка тоже сияла красотой. И здоровьем. И поэтому нужно ухаживать за своей кожей. И я ей вот такой заказала крем антивозрастной. Приятная, приятная такая текстура. Очень быстро, я смотрю, впитывается. Легко наносится, распределяется. Приятный аромат. Что очень важно. Аромат для меня вообще это одно из самых важных вещей. Давайте почитаем о нем. Многофункциональный антивозрастной крем для глаз с эффектом осветления. О, то, что моя мама любит. Питающий, повышающий эластичность кожи. Содержит 80% ферментированного галактомицез фильтрата. Я надеюсь, что я правильно прочитала. В общем, я думаю, что ей такой подарочек мне понравится. Также я не обошла стороной змеиный яд. И взяла себе такую сыворотку с пептидом змеиного яда. Ампульная. Выглядит она вот так, в такой коробочке. Достаем, достаем. Вот такая презентабельная, я бы сказала, упаковочка. И что здесь? Как я понимаю, это такая сыворотка. Такая сыворотка. Давайте попробуем, как она в действии. Ой, вот этого точно надолго хватит. Одну капельку прям хочется вот так на всю руку размазать. Приятный аромат. Практически я могу сказать, что его прям нету. Давайте почитаем об этом средстве. Очень интересно, так красиво выглядит и вообще. Расслабляет кожу, разглаживает мимические морщинки. Двойная функция отбеливания, пигментации. Придает коже красивый ровный цвет. Может использоваться самостоятельно, как альтернатива крему для жирной кожи или летом, благодаря легкой безмасленной текстуре. Вот такая замечательная вещь. Сыворотка. Ой, сколько всего у меня, сколько всего. Еще у меня есть пчелиный яд. Читаем. Спрей для проблемной кожи. Спрей содержит пчелиный яд, коламин, экстракт центеллы азиатской, экстракт портулака огородного, экстракт чайного дерева, экстракт календулы, экстракт маточного молочка, прополиса, пантенол и так далее. Создана для чувствительной проблемной кожи, склонной к частому раздражению, покраснению, периодическому воспалению, фоллику. Комплекс пчелиного яда снимает воспаление, лечит и предотвращает появление угрей, имеет противомикробный эффект, обладает подсушивающим, антибактериальным, успокаивающим действием. Маточное молочко оказывает тонизирующее, восстанавливающее действие, нормализует обменные процессы в тканях. Способ применения. Закройте глаза и распределите спрей на кожу с расстояния 20-30 см. Дайте время средству питаться. Мне кажется, это очень интересно, потому что девочек с проблемной кожей очень много. Выглядит вот так, как спрей. Давайте его нюхнем. Интересный запах такой, я бы сказала, немного аптечный даже. Так что действительно, здесь, я думаю, такие компоненты, которые будут восстанавливать нашу проблемную кожу. В общем, как только какая проблема, я сразу спрей. Вот такой вот. Также у меня появился огромный гиалуроновый тонер. Здесь целых 500 мл. Очищающий тонер обладает мощным, увлажняющим и в то же время мягким отшелушивающим эффектом. Обогащен на 15% гиалуроновой кислотой. Это позволяет пополнить кожу влагой в течение длительного времени. Создает смягчающий эффект для раздраженной кожи. Представляете, насколько его хватит? На самом деле, в одном из видеообзоров на эту косметику я видела, что девушка очень хвалила вот этот тонер, поэтому я его взяла. Да. Я чувствую, что тонера мне в ближайшие годы вообще не понадобится. Тем более, срок годности здесь целых 3 года, поэтому надолго мне хватит. Я лыро. Ну и последнее, что вас будет ожидать в этой коробочке огромной на 15 тысяч рублей, которая будет разыгрываться в инстаграме, это для волос. Оп-оп. Очень часто меня спрашивают, Селена, расскажи, как ты отрастила свои волосы, что ты пробовала? Ну, периодически я беру себе какие-то шампуньки там для роста волос или маски для роста волос, такие ненапряжные какие-нибудь. И здесь как раз-таки на сайте я встретила so fast, так быстро. В общем, для роста волос, для быстрого роста волос я взяла себе шампунь и бальзам и буду его пробовать. Волосы должны мои вырасти еще быстрее. Состав у косметики Секретки полностью натуральный, что меня очень сильно привлекло. Косметика у них есть разная, декоративная, ухаживающая, для волос. В общем, каждый может найти себе на самом деле там что-то интересное и по душе. Я себе, как видите, выбрала целую гору всей этой косметики. Предлагаю вам отправиться в мой инстаграм. Там будет конкурс. Будет конкурс на целую вот эту вот коробку всей этой красоты, которую я сейчас вам показала на 15 тысяч рублей. Там вы сможете принять участие в этом конкурсе и выиграть вот такой вот огромный приз. Мне кажется, что это к Новому году безумно-безумно крутой подарок. Поэтому, если вас заинтересовало что-либо из этого, то, я не знаю, здесь и вам хватит и на подарки хватит, и вообще надолго всего хватит. Я вообще довольна всеми-всеми приобретениями. Вот такой был вот обзор тестик у нас. Рада, что вы провели время со мной. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно проходите в инстаграм, участвуйте в конкурсе. Я желаю вам всем удачи. Ссылки все полезные я оставлю под видео, поэтому заходите, посмотрите, я думаю, вам будет интересно. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok